Несмотря на сложные экономические условия и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в 2021 году в центре внимания руководства района по-прежнему оставалась реализация приоритетных национальных проектов, государственных и региональных программ. Благодаря национальному проекту «Культура» в Вольницком сельском поселении проведен капитальный ремонт здания, проведено отопление и обустроены санузлы, обновлена материально-техническая база. В результате успешной реализации федеральной программы образования в прошлом году отремонтированы спортивные залы в школах поселка Майский и Аули Хачимзи, обновлены полы, стены и двери, заменены системы отопления, электроснабжения, санузлы. В рамках этой же программы появились новые кабинеты точки роста в Ходзинской, Блещевсинской и Наттербовской образовательных учреждениях и в Шихабльской школе номер один. Точки роста включают в себя специализированные кабинеты для занятий по физике, технологии, химии и биологии. В 2021 году в районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтированы четыре участка дорог. Следует отметить, что подобные преобразования благодаря реализации национальных проектов в районе происходит не первый год. В рамках данной программы в поселке Майский отремонтирован подъезд к одному из главных социальных объектов школы. Изменения претерпело не только асфальтовое покрытие. Также обустроены ливневки, тротуар и освещение. Заметные изменения произошли в Майском и Дмитриевском сельских поселениях. Преобразились внутридворовые территории многоквартирных домов по адресу поселок Майский, улица Филатова, 3 и Заводская, 37, 39, 41, поселка Дружба. Чистые ухоженные подъезды, новый асфальт, бордюры и освещение. На радость взрослым созданы зоны отдыха со скамейками, а для детворы – детская площадка. Реализация сразу нескольких национальных проектов на территории района стала доброй традицией. Так, в рамках проекта «Здравоохранение» в ауле Бличепсин появилась врачебная амбулатория. Новое медицинское учреждение стоимостью 25 миллионов рублей будет осуществлять диспансеризацию населения и оказывать поликлинические услуги. Кроме того, здесь планируется организация приема врачей узких специальностей. Новая детская игровая площадка в ауле Бличепсин – комплекс уличных спортивных силовых тренажеров под теневым навесом в хуторе Игнатьевске. Все это стало возможным благодаря участию сельских поселений в программе Министерства финансов Республики Адыгея по поддержке проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах. В ауле Игерухай завершен первый этап строительства зоны отдыха. Объект построен в рамках программы «Инициативное бюджетирование». В этом году планируется продолжить работу по обустройству, освещению и озеленению территории. Еще один пример поддержки государством инициативы граждан в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Вольное появился тротуар вдоль проезжей части улицы Международная, ведущая к школе. Два года назад правительством Российской Федерации была утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Цели программы прежде всего направлены на сохранение доли населения посредством «Повышение уровней и качества жизни сельских жителей». Отрадно отметить, что в 2021 году Кашхабльский район уверенно прошел конкурс по отбору проектов о развитии общественной инфраструктуры, в результате которого 8 проектов одержали победу. А это значит, что с этого года в районе ожидаются большие преобразования. Благодаря участию в программе «Комплексного развития сельских территорий» удастся решить существенные социально значимые проблемы населения. В первую очередь это газификация хутора «Красный фарс» на сегодняшний день. Это единственный населенный пункт в районе, где отсутствует газификация. Данная программа позволит 100% обеспечить жителей голубым топливом. В связи с отсутствием условий для занятий физкультурой и спортом на базе школы хутора «Казино Кужорский» планируется строительство спортивного зала. В ауле Герухай и в селе Вольне также планируется строительство современного спортивного зала. Доступность качественной первичной медико-санитарной помощи является важнейшим индикатором, по которому жители оценивают всю систему здравоохранения. В поселке Майский и в селе Вольное планируется возведение новых врачебных амбулаторий. Среди проектов, прошедших отбор строительства сельского дома культуры на 200 мест в поселке Майский и ветеринарного участка в ауле Кашхабль. На 2023 год район также планирует принять участие в данной программе. Уже подготовлен перечень объектов, которые будут заявлены. Хочется отметить, что все мероприятия, запланированные на 2022-2023 года, затронут все сельские поселения Кашхабского района. Следует отметить, что участие в государственной программе подразумевает привлечение вне бюджетных средств. В этом вопросе руководство района возлагает надежды на поддержку депутатского корпуса, предпринимательского сообщества и, конечно же, на помощь неравнодушных граждан. Программа комплекса развития сельских территорий направлена на возрождение и развитие села. Благодаря этой программе во всей республике строятся социальные объекты, ремонтируются дороги, производится благоустройство. Как депутат, я рад за наш район, что мы смогли выиграть конкурсный отбор. Как аграрий я с удовольствием приму участие в этом поистине историческом обновлении нашего района. Со своей стороны хочу всех предпринимателей тоже попросить, чтобы приняли в этом участие обновиться район и будет много социальных объектов построено. Поэтому просьба принять всех участие. Я тоже гарантирую, что приму участие и покажу личным примером. Программа комплексного развития сельских территорий – это способ всех предпринимателей района внести свой посильный вклад в развитие района. Я думаю, все предприниматели с пониманием отнесутся к требованиям данной программы и внесут свой посильный вклад в реализацию этой программы. Позитивные перемены последних лет не могут не радовать. Причем видны они и в спорте, строительстве фока, спортивные комплексы борьбы, спортивных площадок и стадионов, и у культуры, новые домокультуры, модельные библиотеки, благоустройство, появление парков и аллеи, медицинское строительство папов и амбулаторий, образование, обновление школ и садиков. В следующем году мы совершим еще один большой скачок по программе КРСТ. Планируется масштабное строительство по всему району. Давайте объединим наши усилия и сделаем Кашхабульский район лучше.